Во втором туре переноса Украины по водному полу среди юношеских команд выступает 10 сборных, а Севастопольская ватерпольная школа представлена двумя дружинами. Игры проходят в Малом бассейне спорткомплекса 200-летия Севастополя в Загородней Балке в утренней и вечерней программе. На водной глади выступают будущие звезды этого олимпийского вида спорта, которых тренируют мастера спорта Дмитрий Дятчик, Владимир Гиевский, а также Олег и Валентина Харюшина. Наша вторая команда уступила соперникам из Днепропетровска 8-11, а харьковчанам 4-12. Первая сборная выступает более ярко и победила мариупольцев 12-8. С выступлением именно этой команды наши тренеры связывают надежды и выход в финальный тур, где поведут борьбу за медали украинского чемпионата. Лето – время водных видов спорта. Целый ряд спортивно-массовых мероприятий, чемпионатов и перенос проходят у нас в спорткомплексе 200-летия Севастополя. Конечно, это традиционно, поскольку водное поло для Севастополя является традиционным видом спорта. Ежегодно мы принимаем второй тур чемпионата Украины среди юношей. Вот прошлая неделя закончилась, это были юноши 99-го года рождения. Сейчас мы видим игры юноши 97-го года. И впереди у нас еще два важных и ответственных мероприятия спортивных. Это традиционный международный турнир по водному полу, Кубок Севастополя, который будет в этом году проходить на призы председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира Григорьевича Яцубы. Он будет проходить с 27 по 29 июля. Я всех приглашаю сюда на торжественное открытие в 10 часов. По его завершению с 31 июля по 4 августа у нас будет проходить на базе нашего комплекса Кубок Украины по водному полу. Это будут сильнейшие команды Украины в высшей лиге. Я думаю, что всем будет интересно в Севастополе прийти, посмотреть, поболеть за нашу сборную Севастополя. Итак, место встречи изменить нельзя. Спортивный комплекс 200-летия Севастополя в загородней Балке. Турнир продлится до конца недели. Владимир Мирянский, Виктор Кислицын. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин